Чемпионат мира по армрестлингу. Вместе с вами за этой трансляцией с удовольствием будут смотреть Роман Мазуров и Арташа Санталяна. Мы вас приветствуем, Роман. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, наверное, для начала расскажем вводную информацию, что чемпионат стартовал 1 сентября, когда многие школьники и студенты отправились за очередной порцией знаний. Вот таким вот образом решили выяснить сильнейшего люди, которые предпочли борьбу на руках. Несколько дней уже чемпионат этот длится. Уже ряд победителей известен. Сегодня нам предстоят суперфиналы среди мужчин и женщин. Рома, давай скажем о том, что представитель Казахстана, а о том, как нынче хороши представители этой страны, мы уже успели порассуждать. Рустамбек, Талгатбек, он выиграл бронзу. И, соответственно, золото досталось в весовой категории у мужчин на левых руках до 35 килограммов. Бескаравайному Дмитрию Иваницкий Назарий добился серебряной награды. Да, очень-очень весомое достижение, на самом деле, оказавшись в такой теплой компании, заработать серебро чемпионатом мира. Это, знаете ли, очень-очень круто. Ну, а сейчас особая весовая категория до 65 килограммов. Мы с Ромой хорошо знакомы, с девушкой, которая здесь боролась. Но на левых руках не видим ее в финале. Стало быть, она сама рассказывала, что предпочитает как раз-таки на правой. Стало быть, завтра Иру Гладкую мы точно увидим. Десятикратную чемпионку мира. Это сложно себе представить. Но это так, представительница России, которая отправилась в Дыню на очередной созыв сильнейших армрестлеров. Что касается этих финалистов, то они представляют, соответственно, Швецию и Казахстан. Ольга Лежневская, вот так, из Казахстана. Ну, украинская фамилия Ян. Да, видимо. Честно говоря, вот эта спортсменка такая украинская блондинка, широкоплечая. Да, гарна девчина. И борется она с Хейди Андерсоном, многократной чемпионкой мира, многократной чемпионкой Европы. И удивительно, что именно Хейди Андерсон вышла в финал с поражением. Скорее всего, она оступилась как раз-таки в противостоянии именно с Ольгой. Стало быть, Хейди надо дважды побеждать. Дважды, дважды для того, чтобы завоевать золото чемпионата мира. Скажем, что хозяйка этого соревнования, представительница Польши, Марлена Вавржаник, выиграла бронзовую награду. Да, Марлена Вавржиньяк из Польши. Блистательно она проявила себя на последнем кухке Немирова. И она на равных сражалась и с россиянками, и с украинками, и с представителями Союза Казахстана. И заняла даже второе и третье место. Это прекрасное достижение. Ну, смотри, какой быстрый финал получился. Правда, по всей видимости, с фуллом. Нет. Что произошло? Это был... Победа шведки. Нет, нет. Это был срыв захвата. Так. Когда происходит срыв захвата, вы видите, судья связывает кисти соперников с специальным ремешком. Этот ремешок делается из того же материала, из которого изготавливаются парашютные стропы. Выдерживает он нагрузку до 600 килограммов. Но при всем при этом, стилище у спортсменов такова, что даже такие ремешки не выдерживают и рвутся. Да, вот совершенно невероятные вещи. Весовая категория до 65. Я знаю, что Ира Гладкая говорила, на блоке ее вытаскивается 127 килограммов. Уже не знаю, насколько это много, но, по-моему, для девушки, которые весят как раз-таки 165, очень даже прилично. Даже более чем прилично, я думаю. Ну, и это подтверждает ее многочисленные чемпионские титулы. Ну, а сейчас давай посмотрим, как Ольга Шлижневская, ну, такая украинно-польская фамилия, что-то есть. Я думаю, за нее здесь немало болеют. Еще одно условие, о котором я забыл упомянуть, для того, чтобы схватка могла начаться. Захват должен находиться четко по центру стола, и за этим должен следить рефери. Обязательно, работа рефери здесь крайне важна, потому что его задача первостепеннейшая – не дать кому-то из спортсменов преимущество на старте. Потому что здесь, как ты видишь, все решают доли секунды, да. Уже идет борьба за захват. И, кстати, если девушки сейчас не договорятся, то будет объявлен судейский захват. Это означает, что уже рефери самостоятельно закрывает кисти. И здесь нужно быть очень внимательным спортсменом, потому что любое… Вот, пожалуйста, объявляется судейский захват. Вот такое. И обратите внимание, какое напряжение на руках. Девушки уже сейчас выложились. Ну, не знаю, ресурсов 30 точно потратили. Ну, я не думаю, но, во всяком случае, эмоциональная борьба очень серьезная сейчас идет. Рефери, мы видим, сейчас будет закрывать кисти. Я продолжу свою мысль. Им нужно быть очень осторожными, потому что, как только судейский захват закрыт, любое движение – плечом, головой, чем угодно – будет приравниваться к фальстарту и, соответственно, фолл. Я помню чемпионат Европы… Намотанный ремни инфиниром. Я просто поражаюсь тому напряжению. Вот прям слышал хруст этого ремня. Я помню чемпионат Европы, который проходил в России, в Подмосковье. И там очень много финалов заканчивались по двум фолам, потому что объявлялись судейские захваты. Спортсмены очень нервничали, получали два фола за фальстарты и проигрывали даже не начав борьбу. Вот скручивает сейчас в конфигурацию необходимую руки спортсменок. Так, фолл получает Шлижневская. Я так… Девушки из Казахстана, да. Первая победа? Победа? Да, Шлижневская получает победу. Я просто не очень понимаю, за что. Потому что вроде бы Шлижневская первый фолл не получила. И если сейчас Шлижневской выписывают фолл, то по идее должна быть переигрываться. Профессиональные поединки, они судятся иначе, нежели любительские, что я имею в виду. В профессиональных поединках главное это зрелищность, динамика борьбы. И поэтому иногда на некоторые мелкие нарушения судьи закрывают глаза. На любительских соревнованиях очень строго, очень. Чуть-чуть на сантиметрик локоть оторвался. До свидания. Это примерно как олимпийский бокс и бокс там профессиональный, да? Вот сейчас олимпийский бокс, любительский бокс. Пытаются сделать более зрелищным. И оно правильно. Правильно, да, действительно, потому что вот эти простые повторы смотрят. Повторы смотрят и тоже очень правильно делают, потому что очень хорошая практика в армспорте — повторы. Потому что есть какой-то спорный момент, собирается судейская коллегия, и они уже сообща решают и обсуждают принятое решение. И очень часто бывает такое, что апелляция оказывается удовлетворена и назначается переигровка. Рома, ну мы не все, наверное, вспомнили, что касается отличий любителей и профессионалов. Ну, на профессиональных турнирах, конечно же, дают деньги. Что главное? Почему мы не видим, почему мы не видим ни канадцев, ни Дэвона Ларрата, ни Майкла Тодда, ни Тодда Хатчинса, никого из этих монстров, зубров, армспорта мы не видим. Мы не видим здесь Дениса Цыпленкова, мы не видим Андрея Пушкаря. По разным причинам. Но почему? Потому что они все в основном готовятся на профи-турниры, потому что за них дают деньги. Ну и, насколько я знаю, приличные суммы периодически бывают. С каждым разом уровень турниров растет. Вот, например, турнир А1, который не так давно проходил в Москве. Это же колоссальное соревнование. К большому сожалению, американцы не приехали на это соревнование. Но от этого он ничуть не потерял, потому что там была борьба. И борьба не только за престиж и за честь свою, как спортсменскую, что называется, а борьба за деньги. 4-1, по-моему. Да, 4-1, очень убедительная победа. Андрей Пушкарь просто ничего не может сделать. Это превращается в шахматы. Это так. Все зависит от формата турнира. Давай, пока девушки выходят, я расскажу быстренько о том, какие бывают форматы турнира. Но давай мы сейчас все же насладимся вот этой женской борьбой. Я думаю, у нас времени еще много. Трансляция у нас растянута на 18 весовых категорий. И мы, наверное, еще один важный момент о допинге вспомним, потому что не каждый день в эфире вот такого рода соревнования демонстрируются. Мы расскажем еще одно отличие профессиональных и любительских турниров. А прямо сейчас Ольга Слежневская попытается все же завоевать титул в борьбе против Хейди Андерса. И посмотри, видимо, сразу увидев повтор, увидев повтор, судьи приняли решение не засчитывать от Шлежневской поражения. Потому что фолл-то был один, а два фола приравниваются к поражению. Но это правильно. Это правильно. Да, но это такие правила тут, что, собственно говоря, из песни слов не выкинешь. Так вот, мы увидели фолл Шлежневской за отрыв локтя от подушки. И мы также сейчас видим, что обе спортсменки готовятся стартовать. Они обе обладают очень хорошей стартовой скоростью. И за счет мощного движения, насколько я понимаю, Андерсон предпочитает больше бороться боковым движением, равно как и Шлежневская. Кстати, в прошлом году именно Ирина Гладкая выиграла золото в Бразилии. Ну, началась борьба. Шлежневская дарит... Скорого-здорово, Ольга. Давай, давай, давай. О, Шветка. Держит, держит Хейди Андерса, но она умеет терпеть. Она умеет терпеть, как никто, но мы видим, что Шлежневская находится в шаге от того, чтобы забывать титул чемпионки мира. И да, все. Шлежневская была четвертой год назад. Андерсон была третьей. Ну что ж, сейчас каждая из них сделала шаг вперед. Но если Хейди поднялась только на одну ступень выше, Ольга Шлежневская сделала максимальный рывок. И сейчас в Гдыне Польской, по всей видимости, на своей исторической родине, завоевывает золотую награду. Я также сказал, что Марлена расстроена вот этим результатом, потому что она, естественно, рассчитывала в родных стенах показать лучший результат. Но в такой компании, честно говоря, пока Марлена вовжине немножечко не дотягивает. Потому что и Хейди Андерсон, она на порядок сильнее. Ну и как мы видим, Ольга Шлежневская. Ну просто чудеса. И Рогладкая стала пятой. Уступила свой титул. Ну у нее завтра будет возможность продемонстрировать все свои таланты и чемпионские амбиции.